Всем привет, девочки мои! Сегодня суббота. Настю отвела на тренировку и два часа у меня есть свободный. Я решила сходить в Пикс Прайс. Пойдемте посмотрим, что там хорошего есть. Девочки, зашла в отдел игрушек. Смотрю куклы. Смотрю кукла беременная, возраст 3+. Мне интересно, ребенку в 3 года нужно играть с беременной куклой или как это вообще? Нормально, нет? Мне кажется, это ненормально. Вот чашечки, мебель, одежка. Другое дело. Вот видите, одежду одевать на куклу это уже совсем нормально. Вот такие вот 3+. Вот это нормально, красивые куколки играться. Так, ну ладно, я ищу какое-то развлечение. Нам сегодня с Настей нужно целый день провести. И вот я смотрю, чтобы по возрасту оно подходило. Вот это что такое интересно? Математический клуб. Ну это 3+, но тем не менее, тут вот это, наверное, вращается. Хотя я что-то не вижу. Можно в математику поиграть. Ну, нет, 3+, это нам не годится. Пазлы интересно пособирать, но вот этот пазл, он быстро соберется, не очень, не очень интересно. Этот совсем, этот совсем какой-то не тот. Я вот остановила свой взгляд на вот этой вот панно раскраска и краски. И посмотрела, здесь краски, оказывается, тоже вот такие же, как на той, которую я брала, которые не смываются. Оно, конечно, хорошо бы вот это вот нарисовать. Картинка красивая будет. Вот 5+, это как раз вот нам подходит по возрасту. Но почему вот эти краски здесь, которые не смываются с одеждой, со стола, со всего, я не знаю. Боюсь вот этой краской все поизмазать. Брать, не брать, не знаю. Картинка вот эта мне очень нравится, красивая, яркая, не знаю. Возьму, наверное, там будет видно. Так, что тут еще я выбрала? Аппликация 3 в 1. Ну, я смотрю, тут в наборе 3 картинки 20 на 20. В общем, аппликацию собирать. И без ножниц, без клея. В общем, мне это подходит. Так, а сколько она стоит? Цинник, я тут не вижу ценника. Решила взять еще краски акварель. Кисточки уже я купила, они есть. Попробуем, может быть, ту картинку акварельными красками разукрасить. Посмотрим. Я смотрю, такие чехольчики неплохие для очков. Есть такие простые. 199, черный, коричневый, цветные. Нормальный органайзер для кистей. Какой-то он такой резиновый, черный, некрасивый. Стоит 200 рублей. Не нравится мне этот. Смотрите, какие славные расчесочки. 99 рублей стоит. Я вот нашла такую светло-розовенькую пирожное нарисованную. Я думаю, Насте купить, пусть играется. Хотя она нормальная, чтобы расчесывать волосы тоже. Но ее можно положить в маленькую детскую косметичку. Прикольно. Есть еще вот такие расчески. Это стоит 149. Но здесь блестяшечки. Но она побольше. Я такую не очень хочу. Зубчики какие-то тут не очень мне нравятся тоже. Не буду брать ее. Хочется купить еще и маленькое зеркальце. Ну вот, например, такое. Но оно не совсем маленькое. Я боюсь, что оно не поместится в маленькую косметичку, если взять детскую такую. И вообще маленьких особо нету зеркал. Это большеватые все-таки. Вот это зеркало, но оно тоже не маленькое. О, вот это вот интересная штучка для ребенка будет. Но оно большеватое и такое тяжеловатое. Надо что-то полегче. Интересная вот эта штука. Я вот смотрю и думаю, купить, не купить. 99 рублей стоит. Бутылочка с водичкой. На стекло пшик-пшик. И вот это резиночкой собрали. Резиночка такая прорезиненная, резиновая. И очень это удобненько. И даже длина такая немаленькая. Если достать куда-то там в дальний уголок. Я думаю, неплохо. Сейчас подумаю. Смотрю, девочки, фонарик светодиодный. 55 рублей стоит. Пишут, что ярко светит. Но он на батарейке. Он такой легкий-легкий. Вообще на сумочку его прицепить вообще классно. Вот такой вот замочек. С такой бирочкой. Кодовый замок. С биркой. 77 стоит. А вот как раз-таки замок-ограничитель на окно, девочки. Если кто не знает, как он выглядит. Вот такой замочек вешается на окно. И чтобы окно не раскрывалось до конца. Ну, вот как у дочки моей. Интересно, сколько он стоит. Ключик тут есть. А ценника нету. Что ж такое? А, есть вот ценник желтый. 199 рублей. Смотрите, наушники, девочки, с чехлом и с микрофоном. 149 рублей стоит. Но они есть не только розовые. Вот такой еще цвета есть. Серенький есть. Классно. Обратила я внимание уже не раз на керамический нож. Девочки, мне интересно знать, насколько он острый вообще. Острый, не острый. Как он точится. И можно ли ребенку доверить такой нож. Ну, я его покупать не буду. У меня ножей достаточно. Просто интересно. Симпатичный смотрится. А вот такая вот складная подставка под горячее. Стоит 55 рублей. Она, во-первых, мягкая такая, силиконовая. Раз ее сложил, вещик положил. Место не занимает, если нужно убрать. Ну, вот, прикольно. Очень интересно мне, что вот это за мешок для замешивания теста. Силиконовый. Ну-ка, посмотреть на него. Что-то он такой многофункциональный, очень сильно. Шесть в одном прямо. Вот так вот он выглядит. Ну, такой довольно-таки объемистый. Весь такой просиликоновый. Можно в морозилке там что-то хранить. Тесто замешивать. Что-то там еще фарш хранить. Ну, не знаю, буду ли я этим заниматься. Я что-то сомневаюсь. Можно там тесто замесить. Руки, чтобы не пачкать. А можно подставить под горячее тоже. Смотрю, думаю, где тут стоят такие стаканчики, про которые доча говорила. Зелененький, желтенький. Вот такой еще есть, фиолетовый. Он стеклянный. С перламутром. Крышка плотно закрывается. Да, что-то мне кажется, что я, наверное, такой, пожалуй, возьму себе стаканчик. Мне нравится, что здесь крышка плотно закрывается. Она такая прорезиненная. Ну-ка. Прямо плотно-плотно. И здесь можно что-то такое хранить. Из напитков. Если что-то не допили, поставить в холодильник. Да, пожалуй, возьму. Пусть будет у меня такой. А вот смотрите, какая кружка с силиконовой крышкой. Вот такая пол-литра кружка. Большая, объемная. Смотри. И вот такая кружка 77 стоит. Вот эта с крышкой стоит 200 почти, 199. А вот эта кофе. Вот эта, да, огромная. Тут точно пол-литра будет. Жалко, нету детских тапочек. Вот такие вот, смотрите, неплохие. 39 размер. Мне кажется, они поменьше будут. Может, это маломерки. 199 рублей стоит. Единственное, конечно, мне было бы на такой плоской подошве не очень удобно ходить. Ну, а если помещение, то это, мне кажется, удобно. Здесь, похоже, катон. Катон. Надо, чтобы прям по ноге были. Ну, разных цветов есть такие, да. Вот такие были бы детские какие-нибудь шлепанцы. Настя бы взяла. Девочки, конечно, конец зимы. Вот такой шарфик я взяла, только другого цвета. Но есть тут шарфы, которые вот такие вот. Ну, 199 рублей стоят, но такие вот, они, как сказать, мягенькие, легенькие. Можно все равно себе взять, но теплые уже не надо. Это теплые. Теплые не хочу. Ой, сегодня народу много. Скоро 8 марта. Магазинчик небольшой. Это я зашла в другой магазин. Народу здесь много. Надо как-то... Куда не зайдешь, в любой отдел. Везде полно людей. Что-то тут такое. Наклеечки такие симпатичные. Бросаются в глаза. Люблю вот такие вещи. О, блокнотики симпатичные. Ой, смотрите, какие рамки. Выпуклый цветочек. Другого цвета есть. Так, вот тут такая горка. Каких-то игрушек. Настольная грачья, башня выше. Вот такая вот. Нет, это мне неинтересно. Гостиная. Нет, это не то, что нам нужно. Гоночный трек. Забавные колечки. Это для малышей совсем. Игрушечки такие. Что-то самолет. Так, мебель для кухонного домика. Игровой набор. Детский. Только я не вижу. Это 6+. Ценника не вижу, сколько стоит. Я смотрю, в этом фикс-прайсе больше вообще игр для мальчиков. Для мальчиков тут прямо полно. Так, ну и вот такие вот пластмассовые игрушки. Там для ванны, для песочницы. Для малышей совсем. Развивающая головоломка. Вот это посмотреть надо, что это такое. Я смотрю, тут такие вот деревянные цветные формочки. И из них можно складывать какие-то картинки разной сложности. Я думаю, что эти картинки тоже, может быть, для разного возраста. Начиная от 3+. И вот это уже самое сложное. Ну, можно фантазию развивать. Кстати, интересно, надо подумать, может, возьми. Так, ну я взяла все-таки вот эту штуку. В общем, дома уже покажу, что взяла. Иду на кассу. Так, накануне 8 марта. Я смотрю, девочкам цветочки дарят рюкзачки на тренировке. Поздравляют. Хорошо. Девочки, мы пришли домой с Настей. Только что шел дождь. Теперь пошел снег. Ну и погода у нас вот так быстро меняется. Девочки, вот сколько я покупок сделала в фикс прайсе. Ну, тут некоторые подарочки я для себя сделала, некоторые для Насти. Ну, сейчас посмотрим, что же я там все-таки взяла. Вот сколько интересных вещичек я взяла. Девочки, смотрите, вот эта вот самая дорогая, 199 рублей стоит игровой набор, развивающая головоломка. Там вот такие вот деревянные разноцветные всякие треугольнички, квадратики. И вот можно будет складывать вот такие какие-то рисунки. Вот. Ну, это вот игра, она, в общем-то, 3+, и можно и 4, и 5 лет. Это даже взрослому человеку все равно развивает творчество. Ну, посмотрим, что здесь, да. Ну, это мы потом откроем, посмотрим. Сейчас по ценам пройдусь, расскажу вам. Дальше 149 рублей стоит панно-раскраска. Ну, это вот я вам показывала котенка, да, которого нужно разукрашивать красками. Но здесь краски акриловые, и написано, что они не смываются с одежды. Если куда-то попадут, они не смываются. То есть, если оно засохло, то все. Поэтому с этим нужно аккуратно. Ну, вот такие вот разные есть рисунки, можно разукрашивать. 5+, возраст. Но единственное, что я просто сомневаюсь насчет вот этой краски. И это нужно будет пробовать очень аккуратно, чтобы не испортить мебель, там, одежду и так далее. Надо будет очень аккуратно с этим. Но это, наверное, может быть чуть попозже. Но для этого я еще взяла акварель, просто взяла акварельные краски. Я думаю, что нужно будет просто потренироваться красками акварельными порисовать. Они же смываются, я надеюсь, да. Можно будет сначала потренироваться этим. А этими красками, если уже накрасишь, то это уже навсегда. Вот. Ну и по 99 рублей акварельные краски. Здесь очень много разных цветов. Потом вот эта аппликация 3 в 1. Набор для творчества. Фантазирую, красть по-своему, без ножниц, без клея. Три картинки 20 на 20, три листа наклеек 20 на 20. И, в общем-то, мне очень самой интересно, что это такое. Тоже будем заниматься с Настей вот этим. Ну, еще я Насте вот делать решила такой подарочек. Сумочку бросит. Маленькая такая детская расческа. Симпатичная. Сумочку положит и все. Будет носить с собой. Такой и подарочек ей. Вот. Ну, для себя стаканчик взяла. Я уже вам показывала. Закрывается. Крышка прорезиненная. И можно пить там соки, смузи, все такое. Еще я взяла такой набор резиночек. 50 рублей стоит. Тут 6 штук. Ну, по 2 штуки разных. 3 цвета. Это, собственно, 2 хвостика, 2 косички. Ну, хорошие такие резинки. У меня дочка ими пользуется. Вот. Пусть они будут. У меня будут лежать на всякий случай. Ну, и взяла вот такой крем для обуви. Черный цвет. 25 рублей стоит. Просто он мне нужен. И вот я взяла. Ну, вот все. Это все, что я купила. И все купила нужное и очень интересное. Сейчас посмотрим с Настей, что тут у нас в коробочках этих лежит. Всем привет! Ну, что? Рассмотрела ты эти три коробочки? С чего начнем? Какую открою вперед? Эта. Хочешь посмотреть, что там лежит, да? Давай посмотрим. Выкладывай на стол, что там есть. Ой, тут всякие картинки. Все достала. Все достала. Это что, это наклейки? А это наклейки, да. Вот смотри, видишь, здесь лисенок с очками. Лисенок с очками. А тут лисенок без очков. Значит, надо взять и ему очки. Что у него, что ты еще тут видишь? Смотри, сколько тут на картинке всего. Вот это что? Много. Так, колпачок. А там есть он? Есть. Вот. Что еще ты видишь? Бабочки, цветочки. Вот, да. Смотрите, колпачок, очки, бабочки, цветочки. Вот это все можно сделать аппликацию, наклеить ребенку. Без клея, без ножниц. Самоклеющие вот эти вот штучки. Это надо как-то вот, о, вот так, смотри, видишь? На, аккуратненько наклеивай. Вот такое творчество. Как на картинке, видишь, картинка. Вот, на какое-то время ребенок занят творчеством. Ну, пусть Настя пока наклеит, потом посмотрим. В общем, здесь в наборе, девочки, вот три картинки. Разные собачки и три вот такие вот листа наклеек. Но они одинаковые, только цветом отличаются. Вот, ну, пока мы две картинки и два листа мы отложим в сторону. Вот, Настя пока одну картинку украшает. И она сейчас там вот будет брать эти бабочки, цветочки всякую. Вот, всякие украшения. И будет украшать собачку эту. И мы потом посмотрим, что получится. Как это все будет выглядеть потом. Вот, смотрите, какая красота у нас тут получилась. А где у нас картинка? Вот, это вот сделана картинка по образцу. А еще две картинки, то там уже можно свою фантазию включать. И наклеивать вот эти все бабочки, листочки, цветочки. Красиво получается, мне нравится, симпатично. Доставай. Что там в коробке лежит? Развивающая головоломка. Что там? Что такое тяжелое? Ого, тяжелое. Ну, вот вытаскивай. Головоломка. Развивающая головоломка. Так, все, в коробке больше ничего не осталось. Ничего. Тут вот на коробке нарисованы вот такие вот картинки. И можно складывать вот такие разные рисунки. Тут даже есть карточки. Ты выброшь карточку? А, карточка, наверное, чтоб на нее поглядывать. Давай, вот это высыпем. Потом надо будет собрать все аккуратно. Так, я выберу. О, прекрасный. Здесь, смотрите, есть карточки. Средний уровень. Сложный уровень. И зелененький, это легкий уровень. В общем, три разных уровня. Ну, можно с легких сначала начать, потренироваться, да? Выбирай любую карточку. Зеленый, это легкий уровень. Потом средний уровень, а потом сложный уровень. Вот, давай сначала начнем с зеленых. Зеленых, то, что полегче. Выбирай любую картинку и складывай. Это как мозаика такая. Так. Сначала мы берем какие-то вот такие, да? Да, скачки. Мне это очень нравятся. Так вот. Видно, так. Это очень сильно развязывает. Мер. Полночь. Чуть-чуть давай подвинемся, да? Немножко сюда повыше цветочек. А то там внизу лепесточки будут некуда тебе делать. Ну, давай дальше делай. Так, теперь мне нужно только еще взять. Ладно, попозже посмотрим, что ты сделаешь. Вот так мы развиваем голову. Да, это вот на сообразительность, кстати, вот развивать действительно логику, не знаю, развивайка, да? Какая-то развивайка. Вот по картинке Настя все сделала правильно, как на картинке. Все, Настя, Оля. Так, молодец. Ну, там можно еще включить фантазию, можно еще какую-то отсебятину придумать. Я сделаю еще. Ум, тоже мне это поздно. Молодец. Ну, давай, занимайся. Вот еще одно занятие ребенку. О, небо. Давай, фантазируй. Решили взять посложнее задачку. Вот такая вот задача. Есть еще сложнее. А где тут самое сложное? Самое сложное это вот, я покажу. Вот сложные. Вот это посложнее. Ну, вот это из сложных, это самое, по-моему, простое. Там, по крайней мере, по кругу выкладываешь и все. Конечно, для меня это очень сложно. Ну, я вижу, ты прекрасно справляешься. Конечно, я не такой уж и маленький. Ну, справишься. Смотрите, как должно получиться. Говорила, не справишься. Но это мы уже посмотрели. Давай, справляйся. Справишься? Уже осталось немножко. Так, тебе только осталось треугольничек и все. Давай. Это очень легко. Треугольничек. Так, треугольничек и все. Я не подсказываю. Она сама все делает. Говорила, не справишься, сложно. Справилась? Глаза боятся, руки делают. Все нормально. Главное начать и все получится. У меня все получилось наконец-то. Ну, все, молодец. Все сделала правильно, все красиво справилась. Ну, а теперь можешь любую другую картинку выкладывать. Понравилось? Интересно? Да. Ну, вот. Пока Настя там складывает очередную картиночку, я решила посмотреть, что в этой коробке находится. Панно раскраска. Вот это вот, да. Вот она, картинка. Как раз здесь такая яркая, цветная. И вот этот вот, ну, как бы назвать это холст, не холст. Я даже не могу понять, из чего это. Это, может, пластмасса, но даже, может, и не пластмасса. Вот это вот надо будет разукрашивать. Ну, вот меня смущают вот эти краски акриловые, которые не смываются. Я думаю, что, может быть, пока ими не пользоваться. Здесь в коробке вот еще такая кисточка. Правда, очень-очень тоненькая. Ее, наверное, рисовать очень долго надо будет. Скорее всего, это так и предназначено, чтобы долго рисовать. И вот маленький кусочек наждачки. Это зачистить, если где-то заусенцы. Это вот из чего-то вылито. А, вот тут вот. Ну, есть небольшие заусенцы. Выровнять картинку, чтобы она была гладкая. Вот. Ну, я не знаю. Мы, наверное, сегодня, может быть, и не будем этим заниматься. Займемся как-нибудь в другой раз. У нас сейчас много всякого интересного есть, чем заняться. Ну, я покупала это все впрок. Не обязательно все это делать в один день. Чтобы это было чем заниматься и в другие разы. Ну, будем пробовать. Будем рисовать. Потом я вам буду снимать все это в других видео. Настя решила попробовать средний уровень. Сделала желтую карточку. И вот решила выложить велосипед. Ну, вот Настя сложила как раз велосипед. Все, молодец, умница. Ну, вот и все, девочки. Мы показали вам обзорчик. Показали, какие игрушки интересные есть. Да, Настюля? Все, теперь скажи, есть чем заниматься? Есть. Все, полно всего. Ну, на этом мы наше видео заканчиваем. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Дальше скажи, что... И подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Все, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok